Продолжает банить Enchantress. Ну, вот что, да, Enchantress и Signature Hero Nubia, он забанен. Doom — это, в принципе, китайский герой, он опять же улетел в бан. Волк — он, в принципе, по дефолту почему-то в бане сидит. Почему-то, да нет, ну, Волк... Сильный герой, не надо его тоже отдавать. Ну и раз-то один из самых популярных героев, не прибавится у нас... Shadow Shaman. Shadow Shaman не прибавится у нас к числу опять пикнутых героев. Но зато вполне возможно, что Shadow Shaman по итогам будет самым популярным... Ну, как бы самым пик плюс бан. Эту статистику мы еще посмотрим попозже. Не думаю, что популярнее, чем Волк. Ну, мы говорим... В бане он, на самом деле, самый популярный саппорт. Редко заезжает в бане, вот его пекают часто. В бане он редко бывает, но я думаю, вот в этой стадии как раз сейчас пошел плей-офф. Вот сейчас, да, он будет... Все чаще попадает. Все чаще попадает, на самом деле, уже можно наблюдать, что в каждой игре, на самом деле, Shadow Shaman или в бане, или в пике. Очень долго думают IG. Над чем они думают? А, ну им Ember Spirit отдают. Вот тут они и задумались. Либо Ember, да, или его забирать сразу, либо... А вот они как начали. Интересно, на самом деле. Я только хотел сказать, вот вроде Грозор выпал у нас из пик, как вдруг он на ферст пик залетает. Я думаю, Ньюби должны понимать, что если они сейчас не заберут Ember Spirit, а IG его, по идее, должны брать во второй стадии. Хау вроде как играл на Ember Spirit. Играет, он нормально играет. Он на International тоже вроде как был. Имму играет. Да нет, Ember Spirit достаточно. Мне просто кажется, что если Ньюби заберут Ember с кем-то там, то они могут нарваться на какой-то такой очередной толсто непонятный полу-пуш, вот китайский вот этот, характерный для китайских команд. То есть тот же Брюмастер, еще что-то. Потому что Ember слабый, на самом деле, до итемов. Это тот герой, который был в предыдущих двух играх вообще с пиком. Сначала одной командой, потом другой командой. Опа, вот это да. Очень интересный момент. Честно, трудно объяснить подобный именно пик, ввиду того, что, ну, действительно, при выборе, может быть, между Тайдом и Шейкером, лучше бы выбрать Тайда. Вообще, зачем связан такой ранний пик Шейкера? Я не знаю, честно говоря. Я могу сказать по поводу раннего пика Death Profit. Это герой, который не зависит от статус-линка и без разницы. Она просто взывает Баншей и она не атакует своей атакой вообще. Да, в этом есть какой-то смысл. Только Керем Свормы и Экзорцизм Баншей летает. А вот Шейкер, ну, ладно. Посмотрим, зачем нужно. Ну и, на самом деле, вот этим пиком Крабы опять озадачили ребят из Invictus Gaming по поводу пика Эмбера, если они хотели его брать. Да, но они берут Брюмастер как раз таки. И, ну, интересный. Очень интересный раз пик, на самом деле, такой получается, потому что, ну, потому что он действительно какой-то такой интересный. Потому что играют литейские команды. Да. Что-то они, как обычно, знают. В Ньюби два героя, вот эти, это те герои, которыми они играли против Na'Vi и довольно таки успешно играли. Ну, Дриады нету тут, по-моему. Или нет, это не та игра. Ну, два героя уже есть. Дидер в профит и Шейкер. Ты имеешь в виду вторую игру? По-моему, в первой игре они в этой игре так играли. Он имеет в виду первую игру? Там еще был Tidehunter, Weaver и Shadow Shaman. Нету Shadow Shaman, а скорее. И в той игре за счет Tidehunter и Шейкера, как бы, они подходили к товарам, ставились палки, вызвались духи. Tidehunter и Шейкером просто это все дело защищали. Зоне или Драку, так скажем. О, Tidehunter уходит как раз в план. И тут уже будет что-то не то. Ну, как минимум, потому что нет Shadow Shaman. Нету Tidehunter, то есть это уже другой пик. Но, очевидно, все-таки вряд ли ты будешь пикать Баншу, Death Prophet. Если у тебя нет никакого-то четкого плана. Если ты реально не собираешься как-то пушить и давить там в определенный момент. Потому что, ну, с этим героем надо. С этим героем надо подпушивать товара, забирать постоянно. Если этот герой просто ползает по карте и фармит, лучше взять другого героя. В общем, проще сказать так. Бристлбэк, может, какой-то будет от Ньюби. Может быть. Они много пикали Бристлбэка на этом турнире. И вполне возможно. Но, опять же, мы обсуждали этот момент. И это большой является фактом. Бристлбэк против Разора и Брюмайстера не самый лучший пик. Тут могут быть два варианта. Либо Разор там в него всасывается и как бы... Либо он атакует, да, дэмэджа нету. Либо он просто улетает в ветрах. Либо он просто улетает, да. Притом, первую фазу, когда у него шипы делают основной урон, он может летать. Ну, первую фазу я имею в виду в начале игры, там, в середине. Он может летать просто, а уже ближе к Лейтул постоянно быть под стадии клинком. Поэтому это понимают команды Ньюби и берут себе Вайдан. Вайдан на качественную инициацию. Не факт, куда он вообще пойдет, мы посмотрим, наверное, в следующей стадии, в следующем пике, потому что пока непонятно. Ну, сейчас действительно довольно тяжело. Команды любят обмануть друг друга. Иногда любят команды обмануть себя. Поэтому Вайда можно увидеть на любой линии. Он может быть от хард-кэрри. Ну, только саппортом. Пока еще, слава богу, Вайд у нас не становится. Но он может пойти и в хард, и в миддл, как в прошлой игре, и пойти просто фармить, как кэрри. Тоже рабочая, как бы, схема. Рубич. Рубик, возможно, впечатлил ребят из Victus Gaming после прошлой игры. Ну, у Ньюби видно заготовку какую-то. Потому что очень быстрый пик. Очень быстрый пик, да. И Вайд очень быстрый. То есть они реально уже знали, что хотят пикать. Ну, вообще, вообще, ну, такой получается, знаешь, неоднозначный. Но интересный пик. Тактика любимого нами бесконтактного боя от Ньюби. Потому что Вайд просто ставит купол кому-то. И туда залетают скиллы. Банша, шейкер, аппарат. Все под плюхой аппарата. И все под второй способностью аппарата. И все под пятым героем, которого мы ищем. Ну, еще какой-то пятый герой. Скорее всего тоже, скорее всего, ранжевик будет. И люди могут умирать от такого. Понимая этот, кстати говоря, факт, что действительно 5 на 5 выиграли. Довольно страшно и опасно. IG берут Фуриона. Чтобы растянуть игру. По разным линиям. Чтобы было Ньюби потруднее собраться. Но честно. Честно, как раз таки Void. Особенно с аппаратом. Выглядит неплохо против Фуриона. Он где угодно его видит. Ставит купол, если у Вайда есть. И, думаю, вместе с ультом аппарата. Ну, и очень легко так убивать можно Фуриона. Такой easy kill. Он умирает за купол точно. Если ульта туда успеет вовремя влететь, он умирает. Ну, да. В Вайду при этом там вообще ничего не надо. Ну, или, например, вот это сейчас популярный билд ПТ Mask of Madness. Да, он сразу убьет этого Профета, который не успеет, наверное, отожраться до появления как раз этого Mask of Madness, до какого-то определенного жира. У него там будет 1000 хп, но он его просто из 1000 хп убьет. Ну, да. С аппаратом, так там все полторы отнимется. В топоре главное взять, чтобы он случайно... Лишь врачка подбанивают ньюби, потому что боятся агрессивные триплы. Бристалбека банят IG, потому что боятся Бристалбека. Так и непонятно до сих пор, куда пойдет Void, но, учитывая этот такой пик, сомнительные суппорты, ну, сомнительный шейкер, скорее всего, это все-таки хард. Ну, или мид. По-прежнему есть гирокоптер? По-прежнему есть гирокоптер. Между прочим, да. По-прежнему он есть, и его можно брать. Мы уже неоднократно говорили, что он хорошо работает против Брюмастера, неплохо работает против Розора. Ну, как бы там, Рубик и так далее, это все нейтрально. И хорошо работает свой дом. И хорошо работает свой дом. Есть та же Луна. Есть Луна, но я думаю, гирокоптер поинтереснее. Вот Луна как раз против Брюмастера так себе. Эмберспирит. Ну, или вот этот парень, который, кстати, очень странно, IG давали эмберспириты, того самого... Ну, не взяли панду. Так и быть, не хотите забирать, да? Потом взяли Рубик и потом взяли профита. Ну, не хотите, как хотите. Мы вам отдавали, ребят. Не хотите, мы сами возьмем. Возможностей было очень много, да. Кэрри Разор, судя по всему, у IG, получается, и нужен еще один какой-то герой, какой-то саппорт, коих осталось мало в пуле, много очень всего забаненного. Может быть, будет какая-то венга, чтобы из-под фокуса спасать людей из-под этого самого фокуса в куполе. Не, не любят IG так делать. Может быть, тогда Shadow Demon выглядит. Shadow Demon он в бане. Ой, Shadow Priest выглядит. Dazzle выглядит неплохим пиком против Эмбера, чтобы сейвить людей. Плюс это вот минус арморы еще дополнительные под Разора, под Панду. Ну, потому что реально, если Водь начнет драку, не выживет тут ни один герой. Ну да, вот Dazzle может помочь хотя бы, ну, Грейв вот этот, там, герой успеет хотя бы что-то сделать. Энигма. Ну, это Энигма заходит. Ну, тоже пик, это просто фарм, фарм, фарм. Это фарм и ответка вот на этот купол как раз. Вы с нами, вы на нас прыгаете с куполом, и на вас прыгаем с Блэкхоллом. Ну что же, мы ожидаем очень интересных драк, замесов и вообще очень хорошую игру. И передаем слово нашим комментаторам, Мейлшторму и Ласту. UIG, теперь у них невероятные пуши. Скорее всего, Энигма вынесет гораздо больше, чем Шейкер и Опарейшн из леса. Возможно, даже вместе взятые. И посмотрим, смогут ли Инвиктус Гейминг применить, в общем-то, свой пик реализовать. Ну а Ньюби, удачи. Лейтек Сяуэйт на войде, это опасно. Своих куполом можно всегда. Да, можно закрыть куполом так, что просто пиши ГГ. Это не Тайт, Тайт хотя бы не может застанить своих. Здесь нужно будет капитану команды Ньюби собраться. И собраться очень и очень серьезно. Ну что ж, всем огромный привет, кто подключился к трансляции на Твиче. С вами Мейлшторм и Light of Heaven. И это третья решающая игра. Победитель будет играть в сетке Венеров либо с Вичи Гейминг, либо с Civil Genius. Все зависит от того, что решат Вичи, кого они себе в пару выберут. Ну а проигравший будет играть с LGD в нижней сетке. Это все будет в Key-арене. Ну и смотрим. Хао играет на Ember Spirit. Ксяуэйд на Вайде. Цэншэнк на Шейкере. Банана на Опарэйшене. И Му на Death Prophet. Чуан на Рубике. Феррари 430 на Брюмастере. Кси в миде. Вайвайф на Хардлинии. И Фэйд пойдет в свой лес. Ну, в общем-то, никто не мешает Ньюби пойти и поставить столько вардов, сколько им хочется во вражеский лес против Энигмы. Да, я вот говорил, что у нас будут какие-то разманцовки по линиям. И что мы видим? Феррари идет не в центр. То есть из-за того, что Феррари у нас пикнул Брюмастера, я уверен, что сейчас весь мир в доте думает, что Феррари сейчас пойдет на Брюмастере в центр. Но IG делает очень хитро. Потому что у нас, у Ньюби, ну Death Prophet на мид идти невыгодно, да? Потому что иначе тебе куда-то нужно пристроить вайдаш, шейкеры и все остальное. Поэтому у нас, вначале у нас шел в мид хау, но, видимо, сейчас он понял, что, скорее всего, у него в центре будет ждать разор, он уходит наверх. И в итоге получается, что у нас Ньюби вообще будут ставить дабл лейны, причем снизу похоже на шейкер плюс воид. Вот это да. Да, ну, хард лейновый воид, это уже не в новиночку, но здесь действительно с шейкером отграживает крипов. Сегодня мы уже, по-моему, такое видели. Кси стоит против Му, но и здесь я считаю, что Ньюби очень хорошо все сделали. Они до сих пор бегают, ты посмотри, Феррари с нижней линией вообще куда-то перебежал свой лес, что-то там побегал, 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 понял, что сверху стоит хау, и, возможно, там есть кто-то еще, ушел сверху, теперь он бежит снова. И в итоге, посмотри на нижнюю линию, кто стоит против вайда, кто стоит против вайда. Крипы стоят против вайда. Крипы, рейндж крип против вайда. Я не знаю, у нас такая ситуация была, что мы, не знаю, в пабчик мы играли американский денек назад, у нас даже пришел ты, а никого нету. Я думал, что атакуя возможно только в пабчике, но тут мы видим такое, что это не только в пабе, то есть хау-8 стоит на фри-фарме, реально, вот уже минуту, у него нету никого, и он не понимает, что это вообще такое было, что это атака в смоке. Но нет, видимо, айджи то ли замешкались, то ли заговорились, то ли хрен их знает, но они приходят, а воет уже второго левела, и он уже 450 голды. Либо пурман шайлд, либо сапог что угодно, и в итоге поднимают воздух, но это вообще бесполезно, потому что воет под свои собственные вышки. Тем временем у Энигмы 50% успеха, я вот хочу посмотреть, не заблочил ли он себе вот этим вардом спаун, но вроде как тут на границе он стоит. Не могу точно сказать, но в любом случае крипов нету, крипов нету вообще нигде, весь лес забанен, этот вард банит два спауна, здесь вард банит, этот вард банит, по-моему, верхний спаун. То есть это круто, что я могу сказать. Да, и даже фейт сверху посмотрел, он либо увидел, но не смог разбить, либо не увидел этот вард, смотрим. Я думаю, фейт пойдет сейчас в вражеский лес, ах нет, он не может туда зайти на самом деле, потому что там шейкер и аппарат, и в итоге что у нас получилось, нюби откантрили лайнинг айджи просто в миссину. То есть сверху у нас стоит мб спирит, он фармит. Снизу стоит воет против даблы, который ему, ну, вообще немногое делает, да? Если бы снизу стоял разор, соло разор, то воет ему было очень больно. Но в результате того, что тут панда, которая постоянно пушит линию своими клэпами, учитывая, что Рубик, если там, ну, его поднимет, ну, поднял, и что, он все равно таймволк делает, то Хяо 8 на этой линии пока что он просто божит. Его даже от экспы не отогнать. Смотри, линия Эмбер, Спирит, Шейкер, Аппарат, пушит вышку, они прогнали профит, он не знает, что делать. Энигма тем временем только со второй минуты начинает фармить один спаун. Я на этом интернешнене еще не видел, чтобы кто-то контрил Энигму так. Либо Энигмы не несли себе сентри, либо они несли, разбивали, начинали фармить не сразу. Но чтобы несли сентри и ничего не могли разбить при этом, это что-то. И сейчас сломает Эмбер, Спирит, вышку. Это то, с чем вообще не должны быть соглашаться, на мой взгляд, Айджи. Да, я могу еще сказать, что вот в этом пике, то, что взяли жадную Энигму, огромные проблемы у Вай-Вайфа. Ему некуда лететь. Он может полететь только во вражеский лес, но снизу, если бы он подошел к крипам, то бы получил стан от Шейкера, привязывалку от Эмбер, Спирита, и все, и до свидания. В итоге пока Ньюби доминирует, причем доминирует очень жестко. То есть, на самом деле, нестандартно смотреть, что вот такие крутые мовы у нас делает одна-то вторая команда неожиданно. Да, фактически на стадии пика и расстановки линии решается чуть ли не вся игра. Потому что и первая, и вторая были именно таким образом выиграны. Сначала Ньюби, потом Айджи. Ну и посмотрим, смогут ли сейчас Инвиктус Гейминг затерпеть. Поднимают Вайдан, у него просто таймволк, он уходит. Да, ему просто пофиг на эту кдаблу, на самом деле, тут можно разве что, не знаю, Феррари одного оставить, и что не пойти где-то сделать, там, где-то сделать на карте добро. Или там помочь развардить ворды в леса, ну, надо. Вот, кстати, очень важный момент. Пропали ворды в лесу. Вот прямо сейчас первое, что нужно делать саппортом, это чекать, пропали ли ворды, потому что им нужно набирать экспу, ну, в том числе и Энигма. Сейчас Энигма увидит. Тут у нас скрипы появляются, а если они появляются здесь, значит появляются и здесь. Всё, зелёный свет. Да, зелёный свет. Хиа-8 понимает то, что линия пушится, есть катапульта, а у Айджи этой катапульты нет, и всё отлично. Ты стоишь на хард-линии и чувствуешь себя в шоколаде. Эмбер-спирит на фрифарме. Вот что может быть, я не знаю, страшнее Эмбер-спирита на фрифарме в этой душе? Да, он на самом деле сейчас очень станет сильным, причём ему даже здесь экспу особо не воруют. Пришли два саппорта, помогли снести вышку, теперь он получает весь экспириенс, сейчас ещё и отведёт банана, вот таким образом зафармит эту точку, а Эмбер-спирит будет фармить и вынесет очень быстрый и хороший артефакт. Крутой мув делает у нас Хиа-8. Он агрит на себя двух крипов, это на самом деле много, когда такое большое количество героев, он агрит на себя ещё что-то, вот очень хочет заагрить, подходит шекер, агрит на себя всю тусу. Эмбер-спирит полетел, Эмбер-спирит сильный, но у него нет шестого, он привязывает фейта, жжёт его очень больно, Ксяо прыгает, у фейта проблемы, First Blood за Ньюби. Идут дальше Брюмастера, Cold Fit, но он слишком быстрый, нужно отступать отсюда, наверное, Ньюби всё-таки. Вот это они экшен творят. Просто Воид с Хардлинией и Эмбер-спирит делают ФБ, да, причём они прогоняют отсюда Энигму, Нечерс Профита и Брюмастера с Рубиком ещё к тому же. Такое увидишь не каждый день. Да, и IG у нас в отчаянии, в очередной раз они идут пушить Тауэр, Шейкер, отличная фиссура, опять переагривает на себя крипов, подходят свои крипы Тауэр, начинают бить пеньков, и IG тратит очень много времени. Четыре героя еле-еле колупают Тауэр, при том, что Воид у нас всю экспу получает, Воид уже шестой левел. Воид шестой левел, а Брюмастер только четвёртый. Да, вы забрали эту вышку, но... Но сверху вышка тоже забрана, и это 1-1 по ТВРам, более того, сейчас Дес Профит там, нет, Дес Профит никуда не пойдёт, взяла руну Инвиза, решила остаться, и в общем-то Ньюби задачу минимум, не проиграть начало, выполняют пока что с огромным запасом. Кстати говоря, посмотри на этот обсервер Вард. Он поставлен во второй раз. Второй раз, да. И опять он палит. Сейчас Энигма зафармит крипов, отведут пулы, и он в очередной раз будет палить всю контору. Энигме очень неудобно бегать. Она бегает между двумя нычками, это вот раз, хотя вот и два. И вот этот Вард, он реально просто уничтожает сейчас всю команду IG. То есть если у нас будут хайлайты, и нам их покажут, то я могу сказать, что вот он хайлайт просто. Один Вард, он сделал полканки. Да, более того, Энигма меньше по левелу, чем Оперейшн. Вай-Вайф отличная фиссура ставится, вай-Вайф никуда не уходит. Как же больно дерется Хао. Он просто отрывает огромные куски. Такой Эмбер Спирит, он сейчас очень силен. И вот он может проскочить ту самую стадию, на которой он, как правило, терпит, когда у него уже не так сильно решаются пылы и ему нужные шмотки, которых у него. Он может в этой игре ее просто проскочить, потому что у него уже есть барабаны. Он шестого левела, 2-0 статистика, и все очень слабые. Я еще могу добавить, что Эмбер Спирит у нас был взят, по-моему, лас-пиком, да? А по игре, если посмотреть, то, сука, стану вай-Джи. Поднимает разок Рубик кого-то и дает Энигму, там, Малафайс или Блэхол. Читает то, что у него Малафайс, 1-го левела. В итоге Эмбер Спирит здесь может врываться в пятерых, кого-то убивать, убегать. То есть, ну, огромное пространство. Тем временем, в Феррари большие проблемы. В Феррари умирает Феррари, не успевает он здесь делать ничего. Но разложиться бы он не успел, он до сих пор пятого левела. Тем временем, Ксяуэйт уже почти восьмой. Нормально воет поставил. Воет на кондлине восьмого левела выше, чем Брюмастера. Это вообще что-то с чем-то. Во всех пабликах страны. Так, пушит у нас в центр. Вайвай хочет принести пользу хоть где-то, потому что свой лес до сих пор занят. А на сложной линии у нас стоит и фармит Хао, которого он просто... Хао летит. Нужно бежать отсюда. Хао сейчас... Ой, как он привязал пеньков. Не повезло, не повезло. Нагонится Шейкер. Больно жрет Хи. Больно. Езжается у нас в порты. Нужно отойти. Нужно отойти. Продолжается доминирование от команды Эджи. Несмотря на то, что у нас почти все ровно, могу сказать, что лайтгейм за Ньюби. Причем слишком сильный. Единственный шанс, по-моему, пока Эджи, это Блэкхолл в пятерых. Там у Апарэйшена уже практически шестой левел, в то время как у Энигмы еще не шестой. Кстати, интересная раскачка. Колдфит на три. Обычно мы видим Челлингтач, но здесь... Вот так вот решил. Кстати, профита могут убить. Сразу стягивается Энигма, потому что боится, что профита убьют. И в итоге Энигма теряет еще немного времени. Апарат шестой. Энигма пять с копейками. Да, я даже могу сказать, вот почему Колдфит. У тебя стрелки, шейкер станет, Эммер Спирит привязывает, и под комбинацию ты замерзаешь. Действительно отличная комбинация. С Ньюками. И вообще так, если посмотреть на пик Ньюби, они не особо желают драться пять на пять, но они желают забирать кого-то под хроносферу. Под хроносферой дать отпор нечем вообще. Для команды IG пока Брюмастер не купит Блинкдаггер, но у Брюмастера тут только-только он берет шестой левел, так что о Блинкдаггере ему еще мечтать. Стараются IG найти себе место, но, мягко говоря, найти его негде. То есть он у нас и дальше продолжает фармить свои леса, а Вайф думает, ну когда же ты наконец свалишь отсюда, дай мне пофармить наконец-то. И Фурену вот в такой игре, Фурену лететь либо вот во вражеский лес, забирать споты на это рискованно, либо вот фармить, например, вот эту территорию. Ну хоть что-то. Но нет, он уходит вот сюда. То есть смотри, у нас качается Брюмастер, он мог перепулить, но вместо того, чтобы он перепулил крипов, и эти крипы умерли, прилетает Фурен, который забирает всех его крипов. В итоге IG сейчас пятером, мягко говоря, с трудом делит свой лес. Да, это что-то с чем-то. Да, это что-то с чем-то, когда Феррари вместо того, чтобы стоять на фрелинии, против Вайда он убегает от линии, чтобы ее отодвинуть от Вайда. В итоге пул не получился, дабл пул. Лайн сейчас в очередной раз будет пушиться, и господин Хиаоси, или же директор, он чувствует себя великолепно на этой линии. Просто Войда о таком только мечтает, на самом деле, чтобы плайн к нему постоянно пушился. Феррари еще пушит крипов клапами, Войда ему навешивает тычку в ответ. Ощущение, что Хиаоси стоит на легкой, а Феррари терпит. Причем так, против триплы Феррари стоит, его не выпускают к Экспе. Хотя, на самом деле, это по факту один Войда, аппарат там занимается всем, чем хочет. Шейкер, только что я на него наводил, он был там второй с копейками, он где-то пошел, заформил себе что-то, и он уже почти шестой, у него есть арканы. И такой Шейкер, он смотрит на эту игру и реально думает, у меня все так круто, у меня еще нет блинка, но мои тиммейты просто всех убивают, мне достаточно давать одну фиссуру. Да, теперь для команды IG нужно срочно разобраться с контролем, им нужно получить что-то на героя, который способен нападать. То есть нужно Феррари дать пойти в центр, постоять, пару раз клапануть, крипову забрать, сверху забрать, потому что на Эмберспирте тяжело бриумастера забирать. И тогда IG смогут сделать в игре какой-то экшен. Пока IG не могут сделать ничего. Если у Нюби врывается Эмберспирит, убивает, врывается Воид, убивает, да кто угодно врывается, убивает, то у IG вообще никто не врывается. У IG просто 5 типов, которые фармят. И все хотят пофармить, но для себя не разделяют они. Я давно не видел, чтобы Эмберспириту вот так вот просто давали фармить, где он хочет на протяжении 12 минут игры, причем ему никто не мешает, его только боятся. И пошел пуш. Пошел пуш, но посмотри, где находится Ньюби. И никакого варда нет. Сейчас Ксяуэйд запрыгнет. Они знают, они знают, они видели то, что вар стоит. Они обязательно обходят у нас все аккуратно. И в итоге у нас в Ньюби могут стоять, потому что вот видишь, Идалон, они идут такой на чек, на чек. И хотели просто зафейкать агрессию, думая, что они пойдут по прямой, как обычно, но у нас увидели этот вар. Посмотри, чем занимаются Чуан и Феррари. Они прячутся все это время в лесу, боятся, что выйдут на них. А Хау фармит. Хау фармит. Под варжевской вышкой. Что? Под варжевской вышкой фармит. Да, фармит под варжевской вышкой. Он фармит так всю игру практически, с тех пор, как у Полтавр. У него уже Персиверанс, Барабаны и Фейзы. Он может выформить себе Батлфурии так быстро. Ну, это очень может быть быстро. И что они будут делать, когда у Эмбер появится быстрый БФ, он начнет фармить еще быстрее. В лейте с ним делать абсолютно нечего. И он просто будет убивать всю команду фестами. Как уже, кстати, сам Феррари на этом интернешнле делал. Он там тысяча крипов. Правда, они эту игру проиграли против мега-крипов. Но здесь будет пораньше тысячи крипов. У нас Хау чудеса совершает. Наконец, Тайджи собираются сделать связку. Появился Блингаггер на Брюмастере. Им можно творить лютый экшен. Но Ньюби понимает, что Разор не просто так подходит. Они стоят в опасной позиции. Феррари нападает. Прыгает у нас на Саншенка. Саншенк сразу минус. Купол! Ой-ой-ой. Да, Саншенк умрет. Блэкхолл неплохой. Засасывает Апарэйшн и Ксяо. Ульта Апарэйшн была куда-то не туда. Поднимают. Мека заходит. Му Мека только прилетела. Ксяо Эйд где-то летает. Эмбер Спирит бегает по карте. И убивает пока что Энигму. Убегает из Драхи. Минус вышка. Апарэйшн терпит. Брюмастер забирает Дес Профит. Дает пиво Ксяо. Ну и что дальше? Пойдут или нет? Здесь Эмбер Спирит. Эмбер Спирит привязывает Кси. Ой, какой Плазма Филд убирает Апарэйшн. Ксяо Эйд теряет все хитпоинты. Брюмастер. Блинк с крита убивает Ксяо Эйда. И это 4-4. И Инвиктус Гейминг переворачивают. Да, это как раз Брюмастер, который у нас появил. Вот тот самый Блинк Даггер. Так, чтобы можно было что-то начать. И теперь Нюби понимает, что драться им еще рановато. Ну, пока у них нету свои артефакты. То есть, если посмотреть, то они хороши во спаме, но в ближней битве они не бойцы там. Панда убивает стабильно двоих. Да, причем они это поняли вот уже после того, как драку проиграли, потому что шли драться. Но Войт, как оказалось, еще не так хорош. Более того, вернулся зачем-то Апарэйшн. Его там Плазма Филдом задамажила. Шейкер умер сразу. Да, Шейкер умер сразу, ничего не успел сделать. Ну и здесь, в общем-то, большие молодцы IG, что они наконец-таки пошли. Потому что если бы они сейчас в атаку не пошли, можно было бы тут просто уже писать ГГ. Сейчас они все-таки снесли вышку, забрали героев. И ситуация по золоту в их пользу. По опыту в ноль. И можно за счет... Вот YYF. Вот это вот мы видели на том же Старладере, когда IG играли с ДК по кулдауну, по-моему. Ну, просто ставится вот этот вард наверх и дает вижен. И никто не знает, что здесь стоит вард. Потому что профит туда залетел тайком. Ага, и IG понимает, что у нас в Ньюби идут вниз. Ньюби хотят где-то совершить сейчас экшен. Это на самом деле очень глупо с их стороны. Хотя у Трашан-то хорошее решение пока у Бремастера кулдаун. Ну и Ньюби тут задача на ближайшие 20 минут. Это просто сплитпушить, сплитпушить, пока не появится арчит у Фурена. Да. А IG, они просто ждут своего Ультрамастера. Задача IG нападать сбоку, где-то там сзади. Ну, как это сделали в прошлой драке. Для того, чтобы аппарат, Шейкер и Банша не могли попадать своими сплами по всем. Ну, а максимум ты даешь там Фиссура, Керриум, Свар в одного человека. Избирает Рошана. Так, Айгис у нас уходит Хао. Ну и у Хао все ближе и ближе он подходит к своему батлфурии. Нет, ну что ни говори, Хао в той драке не умирала. И в принципе, это единственное, остается такой, наверное, самый большой минус. То, что Эмбер Спирит имеет слишком много. Да, у нас идет движуха наверх. И Вай-Вайф пушит. Начинает так вот поджимать, поджимать. Но есть Эмбер Спирит. Эмбер Спирит очень хорош против Фурена. Ты оставляешь иллюзию. Ну, отбиваешь линию и в любой момент сможешь убежать. Вот тут агрессивно прям хочет зафармить всех пеньков. Вообще не дает ему пространство Фурену. Но Айджи, Айджи-то идут. Причем так дружно идут. И Ньюби, посмотри, тоже идут. Но есть у Хао Айегис. И с этим нужно считаться. Смотрим, заходят. Нужно поднимать, нужно поднимать Хао. Хао поднимают. В секунду лопнул Эмбер Спирит. Здесь же Ксяуэйд. Ксяуэйд сейчас может прыгнуть и дать купол. Прыгает, дает купол. Забирает Эмбер Спирита. Ой, вот это просто момент. И купол сворован от Чуана. Ставится на Му. Блэк Хоу. Ксяуэйд, а Ксяуэйд под Момом падает. Это минус два. Это провал от команды Ньюби. Гоинцы у нас дальше за Му. Му у нас на Банше. На Банше юзает инвест. И в итоге отходит. Вся команда Ньюби. Боже мой, что сотворил у нас Яо-8. Это было... Похоронил Хао. Он просто его порешил. Краюшком купола задел. Прямо под ультой Разора. Если бы он закрыл всех пятерых, было бы не так плохо. Но в итоге он закрыл двоих. И Рубику, в общем-то, отдал купол. Минус вышка. Минус Аегис. Минус Эмбер Спирит. Минус Воид. И если вы, ребята, будете так вырываться дальше, ничего хорошего у вас нет. Да, я могу сказать, что на месте Ньюби им вообще нужно вырываться. Только когда они стоят под своим тавером. На них иду. У них есть Вижен для того, чтобы убивать противника. Потому что вырываться так... Ребята, одумайтесь. Вы Воид. Эмбер Спирит. Шекер без блинка. Аппарат, который стоит хреново узнать, где. И Банше, которая вообще не была рядом. То есть у нас Сяо 8 вырывается один в пять. Он ворвался один в пять, дал купол. В итоге Айджи сейчас реально давит. Дюмастер запрыгивает. У него есть ультимейт. Очень больно Банше. Успеет ли прожать Мекку? Хорошая фиссура. Прожимает Мекку. Но слишком много урона. Му здесь терпит. Последние тычки забирают Му. В размен на одного Красного Спирита. У Ксяо проблемы. У него есть прыжок. Он уходит. Здесь же Operation Fistami. Там тем временем Хао неплохо раздает. Энигму удается стереть. Фиссура станет. Феррари баш проходит по Феррари. Еще один баш. Феррари. Рубик упал. Хао там... Хао просто тащит Нюбе. Он убил всех вообще. Хао убивает Профит. А тем временем все вместе разбираются с Брюмастером. И, боже мой, Хао, как же ты сейчас раздал. Пока я смотрел, как убивают Брюмастера, он успел вот так вот, по-моему, пробежать. И убить всех. Да. Ну что, здесь Тим Вайп. И вот он как раз-таки Эмбер Спирит, у которого есть уже Баттл Фьюри. Так как контроля не так много, он может собрать следующим артефактом какие-нибудь криты. И чем драться? Вопрос с этим Эмбером. Блэкхоллом. Просто кинуть на него Блэкхолл и победить. Ну или попросить... Или Хроносфера. Или попросить Хао 8 прыгнуть. Да, тоже вариант. Хао 8 может у нас... Так, итого, что мы видим? То, что Нюбе у нас без Блэкхола и Нигмы разваливают. Даже несмотря на то, что есть ульт Брюмастер, но Войт прыгает, Эмбер летает, там Банша бегает. И в итоге не так просто, у нас Брюмастера дамажит, им нужно Нигмы забирать СКБшечку. Для того, чтобы можно было на этого Хао стабильно прыгать. Ну иначе сложновато. Да, БКБ и Даггер, чтобы его поймать. Его ведь еще и поймать не так просто. Он летает по всей карте, я за ним не успевал следить в драке. Что уж там, говорит, поставить на него Блэкхолл. Как-то нужно его подцепить. Кстати, второе Баттл Фьюри делает. Да, увеличивает свой ДПС. Также он хочет активнее отпушивать. Ну, всех крипов, которые находятся, ни в коем случае не дает зайти на хайграунд. Ну и IG нужно снова идти. На самом деле, IG ни в коем случае сидеть, ну вообще нельзя на своем плане карте. Нужно подходить четвером. И даже если ты не нападаешь, и IG, ну, Нюби защищают, то теперь он сможет творить великие дела на карте. Вот сейчас появляется Пайп. Это очень хорошая штука против Эмбер Спирита. Потому что он сжигает всех своим флэймгардом. Также появляется у нас Блэкхолл. И можно действительно попробовать пойти в атаку. Но тем временем, Хао фармит нижнюю. Нужно дождаться Аганима на Брюмастере. У Брюмастера с 1000 голды до Аганима. Если взглянуть на пик Нюби... Нет, все, он купил. А, он уже купил, да? Все, есть Аганим. Тогда Нюби нужно просто убегать от Феррари. Любыми способами от этого развеенного медведя. Пикать, как мы это любим говорить. Потому что он соло, по-моему, убьет любого, даже Хао. Да, Хао он вообще там... Тоже вот. Своими подаренными. Нюби нужно сплитпушить. Пока Нюби у нас как-то активно хотят навязать драку. Ну, боже ты мой, неужели вам было мало двух раз? И в итоге они идут навязывать драку Вайдом и Эмбер Спиррентом. И от них убегают. И от них убегают, что самое интересное. Ну, не убегают, но просто понимают, что там не все. У нас в центре находится Феррари. Вот он с ТП. Он, видимо, сейчас будет ТП. А, смог. Атака. Оп. Все, идти в лоз. Ну, это на самом деле... Нужно кого-то приносить в жертву. Нужно платить дань команде Айджи, как Чингисхану в свое время. Потому что сейчас... Ну, опасно. Все. Заплатили дань. Банана. Банана. Нужно его кинуть. Нельзя драться. Нужно банану отдать. Раскладывается у Брюмастера и бежать. Все команды Нюби. Ни в коем случае не разворачиваться. Хао вообще фармит в это время. Ему пофиг. Летает Войт. Хао врывается на топу. Апчет. Напарен на Хиау Войте. Хиау Войте. Хокус. Отличный блокхол от Фейта. Хао дальше разводит просто в соло всю команду. Аппарат выкупается. Войт выкупается. Хао начинает мансить. Боже мой, что творит Хао в этом замесе. На его напали. Присанули Хао. И Хао умирает. Это полный провал команды Нюби. Куда вы идете сражаться? Скажите мне, пожалуйста, зачем вы идете сражаться? Такое количество жира на Брюмастера с Аганину. На самого, наверное, сильного героя этой стадии. Хяо 8 со своей Масков Мэднес мечтает убивать. Боже ты мой, кто у них капитанит? Я не знаю. Что вы делаете, ребят? Да, и сейчас умерли Эмбер, Спирит, Воид и Апарат. Из них при этом байбэкнулись Апарат и Воид. И потратили кучу денег. Ну, вообще, посмотрим, насколько кучу. Да, у меня вообще такое ощущение, что Хяо 8 сейчас на Войде. Или не знаю, но такое ощущение, что они чувствуют, что у них Тайдхантер на Войде. Как бы Харленер, а делают функции одна и та же. Потому что это жесть. Из плюсов нет ульта Брюмастера, но кулдаун уже копейки. Буквально там 45 секунд. В результате у нас Ньюбит дальше стоят. Вот так подумаешь, вот эта вот Огненная Панда сейчас просто в соло развалит Войда. Огненная Панда там отлупит Хао, даст ему Станчик, Клаб, Станчик, Клаб, ну и так далее. Более того, есть Арчит. Да, еще есть Арчит, что самое интересное. В итоге без БКБ вообще лучше в драку не ссываться. Что, ну, если Хао может бить издалека, то Хиао 8 надо. Пока Хиао 8 у нас бегает Маск оф Мэднес. Знаем мы великих Войдов, да, которые бегали с Маск оф Мэднес длительное время. А потом понимали, что им нужна БКБшечка. И в итоге, видимо... Нет, ну он фармит, но он байбэкнулся и там минус 600. И очень четкий байбэк, кстати, я могу сказать, когда ты байбэкаешься и файт происходит вот здесь. То есть ты байбэкаешься, надеюсь, что файт затянется настолько долго, что ты успеешь прибежать пешком. То есть это... Нюби надо раздуплиться. То есть вот пока я вижу нюби, которые играли против Na'Vi, да, и нюби, которые играют вот против IG. Ну и нюби, которые играли в первой игре, это абсолютно две разные команды. Вот из того, что происходит. То есть адекватность пока она... Не зашкаливает. Удивляет нас, да, адекватность команды нюби нас удивляет. В итоге, хаоспид пушить уже не может. Все, фурион оделся. Фурион оделся, плюс один герой, и хао будет больно. Ну, Феррари уже как бы 13-й левел, да, там, после там трех выигранных замесов, где он там поубивал всех налево и направо. И нюби сидят. Глянем на графики. Вот из преимущества, которые было, оно постепенно убывает. Но по голде уже впереди. Ну, пока у нюби не все так плохо. Они проигрывают только потому, что у них пик такой, который на данной стадии не очень хорош, пока у Вайда нету БКБ и у Эмбера нету... Да, кстати, посмотри, он купил персик, но... Понял, что арчит, и с арчитом шутить ни в коем случае нельзя. Вот это хорошее решение, действительно. Что мог бы он второй свой батл Фьюрито и не собрать вообще. Да, я могу сказать то, что, ну, вот такое преимущество из-за того, что у нюби вообще они как бы отдоминировали все в эллинии, выиграли все, что можно, да, их героями. Но сейчас мы видим, что IG-то догоняют, то есть я считал, что вообще будет развал без шансов. А тут летит Фурен, летит он за Хао. Хао опасно, врывается Брюмастер. Хао, здравствуй. Ой-ой-ой, не видят его и Хао получает камень. Хао нужно бить последнюю тычку по Хао. Ну, вот как-то так, приблизительно Брюмастер его и разваливает в Соло. То есть Фурену достаточно только повесить Сайленс. Тем не менее, успел купить Огр Клаб. Вот Хао пятерку получает за умение закупиться перед смертью. Он сначала Батл Фьюри купил, пока его убивали в хроносфере. Теперь он успел купить себе Огр Клаб. Ну и на самом-то деле потратили ульт Брюмастера, убили Эмбер Спирита, который не потерял ничего вообще. И сейчас воет фармить свой БКБ, все фармят, а вы не можете нападать, потому что у вас нет ульта Брюмастера. Ну и в любви еще дышат, да, можно сказать так? Да, дышат, и я бы сказал, полной грудью. Да, я тут могу сказать то, что вот пока я смотрю на Чуани, я понимаю, что в его руках очень многое в этой катке. Если он сворует ульт Банши, то он просто в Соло убьет нам всю команду, пока он сфармает. Поэтому на самом деле у этих ульт Живлэйт такой внушительный. Причем самое неприятное в этом ульте Банши, что его реально тяжело заметить, когда ты его отдал. Потому что Рубик что-то там ворует в процессе битвы, летают эти духи, и они ничем не отличаются вообще от духов Банши. Попробуй пойми ты, чьи-то эти духи летают. Да, ну не знаю, может быть это, конечно, у Ньюби получается очень хорошо, но... Ух ты, какой таймер. Как они четко заходят, да, вот именно все, что... Ну тут смотри, кто идет. Ай, смотри, кто вообще идет. Да, пеньки, идолоны. Да, я же и не пальцем делал, что еще можно сказать, надо подождать. Пятит ультав, кстати, палево, палево. Да нет, тут пеньки-то то, что заходят... А, все, Ксяо, Ксяо, Ксяо решил разобраться, минус пенек, минус идолон. Просто Ксяо. Минус идолон, минус пенек. Видите, дальше в итоге IG зажимают. IG зажимают очень качественно. Снизу, в общем-то, Лес, они свои зафармят, делать там нечего. У нас Энигма стоит в своих позиции, забирая идолонами. Вот так вот стоишь в своей позиции, вот крипы, да, идолончиков сделал, сам встал вот за елочку, и стоишь-тутишь. Лес берешь, экспу берешь, и в это время Фурион забирает вверх. Вот этот вард, он, кстати, до сих пор свое дело делает. IG понимает, что вот тут никого нет, значит, где-то вот здесь. Поэтому они в свой лес не заходят. Хотя Ньюби просто сидят у себя на базе. Вот это очень крутые варды. Вообще, по сути, так посмотреть, пока у нас вообще битва вардов. Битва вардов, да. Во второй игре, причем в мясо ее проиграли Ньюби, и проиграли они игру благодаря этому. Ну, я хочу отметить, что Хао остается ему 500 монет до БКБ. У Ксяуэйта до БКБ остается 800 монет. И сбивают этот вард. Банана все знает. Вай-Вай-Ф купил Блинкдаггер. С этим Блинкдаггером он сейчас убьет, ну, всех, кроме Банши. Ну, Эмберспирт там с ним посражается. Очень сильный артефакт против шейкера аппарата. Потому что, ну, аппарат у нас вот он. Шейкер у нас тоже вот он. Любому прыгаешь за спину и спокойно убиваешь. Учитывая, что иницирует Брюмастер первый дает тебе вижен, тут многое в руках этого товарища. Надеемся, а то знаем мы некоторых фурионов с Блинкдаггером. Да, ну, на мой взгляд, очень жестко сейчас затягивает. Вот, посмотри, Хао купил себе Блоккинг Бар. А что теперь сделать Хао с Блоккинг Баром? Его вообще не поймать. Блоккол и до свидания. Да, Блоккол и до свидания. Знаешь, если у тебя есть проблема, просто Блоккол и изи ответ. Нет, ну, Блоккол действительно засасывает, по-моему, все, что есть в Доте, кроме, наверное, в Вардо в Вене. А с Аганимом еще и убивает все, что есть в Доте, если даешь под розочку. Поэтому у IG, если что, есть план Б, это Энигма, которая даст ответ на все вопросы. Но проблема в том, что сейчас у нее нет ни БКБ, ни Блинкдаггера, и она может медленно заходить в драку, кастануть Блоккол на 0,5 секунды, который там собьет. Скоро, ну, скоро. Игра-то у нас Дотка долгая. У нас уже вроде 30 минут, ну, почти 30 минут и счет 11 на 9. И пока обе команды показывают, что они учли урок прошлых игр, что кто нападает первый, тот побеждает. Поэтому у нас активно борются за Вижен. Ну, а если его нет, то спокойно уходишь фармить свои леса. При этом у IG такой противный пик. Потому что они могут фармить свои леса, но при этом они еще вот палят. Вот, смотри, вот эти вот пеньки, они ходят, они ходят, и они все палят. Они докладывают Фуриону, они докладывают своему генералу, где находится команда противника. В итоге Фурион, он дальше продолжает, вот, как это называется, адмирал бульдожить по всей карте. Ну, действительно, он, ну, пока у нас с Вай Вай Вайф делают все шикарно. Вот дальше они бегают, посмотри на этих пеньков, дальше они и дальше разведают. И это очень жестко, как бы, будете смеяться, но вот эти вот сумоны, они делают так, что драг нету. То есть IG все видит, вот она Банша, вот она Эмбер Спирит. И зачем нам драться? Ждем БКБшечку на Энигме, и вот тогда можно ловить Хао. Да, и, в общем-то, действительно, колоссальный объем работы. Ксяо, правда, их тут бегает, фармит, но за них дают очень мало золота. Ну, я бы нашел свою нишу. Ну, вообще, у него-то так-то уже БКБ тоже есть. Уже хорошо, да. Так-то я могу сказать, что и у Банши норма, у нее тут Эуль, да, у нее тут Солбустер, Эуль, Мека, и она-то девочка у нас боевая, Шейкер у нас уже с блинком. У Вайда БКБшечка, ну, а Охао также имеет БКБ. То есть осталось завершить свою вторую батлхури. Вот, кстати, имеют уже, ну, айтемы, наверное, ключевые, и можно идти. Да, можно идти, но есть пенечек. Раз, есть пенечек. Два, ходячие ворды. Всего лишь, знаешь, сколько там за... За сколько? За 160 мм. И вот они. Как у ВайВайфа могут быть проблемы, смотрим. У ВайВайфа проблемы, да, потому что ВайВайф-то понимал, что сверху никого нету, и тут мне нападают, забирают. Никого нету сверху, вообще нигде. Он идет по армии Тенис, отмечу, с Блинком. Блинком, но Блинк ему сбил Хао, и, в общем-то, никак уже отсюда было не уйти. И сейчас могут, наверное, Ньюби попробовать забрать Рошана, хотя у Энигмы появляется БКБ. Но, опять же, есть хроносфера Вайда, и тут кто что первый поставит. Да. Все, Хао пошел. Да, преимущество, на самом деле, за ними, потому что у них, наверное, такая инициация, она будет пожестче. Ну и плюс Рошан. Тут в узком проходе Шейкер, Аппарат, Банша, Войт, они не прощают таких ребят. Все, это будет Рошан. Да, это будет Рошан. АйДжи нужно врываться, нельзя отдавать этого Рошана. У Фриона, правда, нет байбэка, но, блин, это очень печально для АйДжи. Блэкхолл, который можно поставить на Хао и убить, все, это, как бы, ну, много пользы. Ну, а если Хао будет с АйГесом, а потом еще, если он еще будет с байбэком, то он просто будет всю команду АйДжи миссить. Нужны киксы? У нас Феррари в позиции, забрали Рошана, и Феррари нужно бежать. Теперь АйДжи нужно убегать. Вот Хао видит очередного суммона. Ха! АйДжи умеет играть с суммонами, да, я могу сказать. Вот я могу сказать, что если Дота вся будет с суммонами, то просто будут бегать вот эти разведчики, и все, и опять драку у вас не будет. Выдержите, какая-то не Дота. И так у нас была где-то в январе, период, когда там все собирали неграчей. Я помню одну катку, где ДК, так, привязали Феррари, но вряд ли его тут будут убивать. Где ДК просто выиграли катку, когда половина суммонов забежала на базу билогероев, а половина сносила вышку, и ничего не могли их соперники с этим сделать. Да, но потом мы открыли в Доте на Старладдере такого товарища, как Эмбер Спирит, который просто убивал там все, что вообще действует на этой земляной кнопкой, и в итоге, зарабатывая по 1000 голды за 50 маны, и в итоге люди забили на этих суммонов после этого. Я могу ошибаться, но вполне возможно, что Эмбер Спирита тогда еще просто не ввели. А, ну вот тоже вариант. То есть суперстратегию отконтрили у нас, ребята. Ну и Хау забрал вышку. Хау быть чара, причем редкостная. Он просто посмотрит, где он фармит один. Под вражеской вышкой прилетает у нас фейтный энигм, и Хау уходит. Фурена. Фурена опять забрали снизу. Отмечу, опять он с блинком. То есть блинк ему не помог, потому что... Мне очень нравится, когда один человек купил блинк, выиграл один турнир, и потом все покупают этот артефакт, который якобы делает пользу, но по итогу он никого не загангал, он никого не убил, да. Он ни разу с этим блинком не выжил, он вообще с этим блинком ничего не сделал. В центре напали на Хау, Ют Хау, Хау очень больно, розочка, но энигма пожалела Блэк Холл. Да, но если бы она скастовала Блэк Холл, это был бы минус Аегис. Да, я так понимаю, скорее всего, была бы минус 3 от IG, потому что подходил Шейкер, летел... От Ньюби. Да, от Ньюби, но нормально. То есть пока нормально, пока графики мы смотрим. В общем-то графики пока... Ну, пока у нас ребята играют в доту, кто что соберет. Вот пока я так... Я бы на месте, я же смотрел бы на YYF вот с этим блинком, я говорю, парень, ты же можешь, не знаю, что-то другое купить себе. По факту, если бы он какой-то ШБ купил, у него было бы только больше урона, но эффект был бы совершенно такой же. Он с блинком пока что не сделал вообще ничего. Никаким сплитпушем тут и не пахнет, потому что, ну, все фармят, все линии, и Фурион не может сплитпушить в такой игре. Ну, то есть он сплитпушит, но слабый. Единственное, с Шадоу Блейдом плюс, что ты можешь видеть в лотаре палить контору там, потому что гема у нас еще нет. Ты хотя бы будешь на гем или на сентре разводить. И видим мы, что Шадоу Блейд уже тоже не лучший выбор, потому что Банана купил гем. Теперь осталось закрепить свое преимущество. Ой-ой-ой. Дабл дэмэдж у Хаоу и сейчас драться, наверное, не стоит. Сейчас драться вообще нельзя. Хаоу у нас тут... Да, больно. Больно у нас идет. Два Баттлфурии, Барабаны, БКБ, Аегис, наверное, лучший тайминг для Эмберспирита, который уже, ну, у нас высокого лайла. И самая неудобная вышка для дефа. Вот именно вот эта вышка самая неудобная, потому что если ты захочешь ее дефить, очень узкий, очень узкий проход. Но только если не сбоку заходить, как делают Ай-Джи. Да, и Ай-Джи-то знают, что-то знают про узкие проходы. Так, смотрим на Ксяо. У нас Хяоу-8 в позиции, и в итоге надо за елочку встать Хяоу-8, иначе будут тебя убивать. Еще жестче действует у нас Ай-Джи, просто заходит в спину, Феррари-то, Феррари-красава. Нашел Шейкера, врывается в Шейкер, прыгает в АВФ с блинка, фокусит Шейкера. Му, БКБ, Хяоу-8, БКБ, идет Разора, убегает, убегает, забегает. Тем временем у нас тут бегает Хяоу-Шейкер, Шейкера забирает. Блэкоу, отличный, в Хяоу-8, и в Хяоу фокусит, забирает в бой, да? Больно, очень больно делает у нас Хяоу. Ну, Хяоу тоже больно, поднимает Хяоу, поднимает Баншу. Да, Хяоу сейчас будет резать очень жестко, у него все еще есть Ай-Джи, он минсует Нэчерс Профита. Хяоу все еще жив, на лоу-кп идет дальше за Феррари. Хяоу выбивают ему Ай-Джи. Смотрим, у него еще БКБ не проживает. Бегает у нас за Бананой, Банан у нас также забирает. Хяоу остался один против всей вражеской команде, нужно кинуть на себя щит. Нет, пока щит не кидает, бегает, валяется Гем, ну и хрен с ним, думает Хяоу. Нету иллюзии, да иллюзии еще 10 секунд, и Хяоу у нас падает. Блестящая инициация, Джи, браво. Да, Ай-Джи сейчас сделали все очень здорово, но там отдельного момента был удостоен Хроносфера, в которой заперли Разора, убежал от него Void, вернулся, и в итоге из-за того, что он сразу не начал бить, не убил. Но в целом, Invictus Gaming красавцы, они обошли в спину, если бы они этого не сделали, они бы сейчас потеряли вышку. Смотрим, что по графикам. Отыграли достаточно неплохо, мы видим Ньюби, но и сейчас наверняка чуть-чуть графики вернутся, но не сильно, потому что было куча байбеков. Сколько байбеков было? Байбек от Enigma, от Nature's Profit, да, два байбека, то есть драка 4 в 5 и Aegis, но два байбека было потрачено, и по золоту-то ничего, Ай-Джи даже и не выиграли, можно сказать. Да, ну драк хорошая, то есть такая боеспособность. Я бы сказал идеально, если бы по-другому, если бы в лоб зашли Ай-Джи, они бы там развалились просто в месину. Под хроносферой Шейкер раскастовался, а так Шейкера просто убили до начала драки, Operation там тоже не знает, что делать в такой ситуации. Ты стоишь сзади, чтобы кидать ультимейт вперед, а тебе заходят как раз-таки вплотную. Видит Фуриона, Фурион фармит свою лиса, ультима аппарата, подходит Сан Шэнк на Шейкере, убивает Вай-Вайфа. Это месть. Это просто, да. Сан Шэнк не простил. Это, кстати, вот именно Вард, который очень сильно решал в атаке, потому что у нас, ну, Ньюби как бы были в позиции, да, было очевидно, что, возможно, они поставят Варды. В итоге Вай-Вайф он нас обнаглял сразу. Ну, шо, что я могу сказать лично я? Ну, Войд, он как Кэрри уже, в принципе, не рассматривается пока что в этой игре, потому что то, что он делает, это такое, ну, такое себе дело. То есть, обычно Вайды они бегают еще тонких, то есть прыгают на Рубиков, прыгают там на Энигмы, которые там дают блэков, там еще прыгают на Фурионов, которые делают очень много, а в результате Войт у нас прыгает на Разора, наверное, самого толстого героя. Ну, вышка, конечно, падает очень быстро, у Хао появляется Кристалис, да, Хао, несмотря на то, что его убили, он реально все большая проблема, он с самого начала игры основная проблема. Кулдаун Блэкхола, вот в этом одна основная проблема, и Ньюби эту проблему знает. Ну, еще вторая проблема, то, что нет Фуриона, и они оба появятся в один момент, но вот Хроносфера от Рубика. Поставил Рубик Хроносферу, врывается Брюмастер, гонится, начинает фокусить Му, но Му очень толстый, нужно бить кого-то другого. Хяо 8 врывается на Энигму, отличный врыв от Хяо 8, бьют Фейта. Байбэка нет у Энигма. Фейт, ой, развернулся Ксяо, не добил, из-за этого погибает. Но Брюмастер чуть ли не весь тут рассыпается, остается только Зеленая Панда, Профит выходит, есть Блэхолы, нужно бежать. Фиссуру украл, дал Фиссуру по банану ему. Гонится у нас, нету ультимейта Деспрофит, Хао на развороте, старается кого-то поймать, ловит у нас Фейта, Фейта у нас умирает, тем временем у нас гонится за Ньюби, Саншенк дает Фиссуру, Хи бежит, но нечем цеплять, нечем цеплять, Хао дальше играется, появляется Фурион. Фурион у нас рядом, у него есть Блинк Даггер, у него есть РЧ 5 секунд, и Хао в опасности, а у него есть БКБ, ему вообще-то пофиг. И он просто один игрок играет со всей командой, включает БКБ, бегаем, улетают, до свидания и машет мячами на прощание. Да, Хао действительно, он убил одного, ушел, и все-таки смогли забрать такие Нигму, у которой нету байбэка, ну и она не дала БКБ, в любом случае в следующей драке этот БКБ будет. А Хао тут уже у нас барабаны выкладывает, потому что, а потому что все, слотов-то больше и нету. И они уже не особо нужны, да, если раньше они берутся, чтобы была там сила, мана, то с двумя батлфуриями, все, ты покоишься на DPS. У нас тут Хио очень играет, опасно, опасно, все, играет, ну и ждать следующего Рошана. Нигме нужно срочно спасать свою команду. Именно кардинально. Тяжело, байбэк. Нужен рефрешер. Потом еще одна смерть, у него блинка-то нет, какой там рефрешер, где деньги взять? Да, просто реально, мы сейчас понимаем то, что Эмбер Спирит эта штука крутая, да, и без Хикса или Блэкхолла ты его не поймаешь, в итоге это еще поймает и YYF, и нужно вот IG купить свои ключевые артефакты, потому что Эмбер Спирит, да, он бьет больно, но он рассыпается, то есть все-таки у него сейчас Агильщик, у него всего 8 армора, это, ну, на самом деле это не так много, да, и ХП это 1700. Я думаю, что даже Феррари это понимает, вот этот Ультимейт Орб, который у него купил. Шарик, шарик, да. Я сильно сомневаюсь, что это для Линки или Скади, это скорее всего Хекс. Ну, кто его знает, был бы это, я бы на 100% был уверен, что это уже Скади в его руках, но да, Феррари, я думаю, в этой Дотке Толк знает. При этом они, скорее всего, еще не палят, пусть у нас там не бьетами гадают, но я думаю, у нас ребята опытные, они тоже все понимают. Продолжается сплитпуш, у нас в очередной раз все фармят, но IG фармить посложнее, потому что там Эмбер Спирит или Воид, который тебя фактически сразу ваншотит, а у Ньюби Хао вот пока он легкий. Будет круто, если IG реализует Хекс на Фурионе и Хекс на Брюмастере, вот так вот неожиданно, если Ньюби Хао. Смотри, Сану Шенга нашли в лесу, но он успевает ворваться, летит ли сюда ульт-аппарат, да. Боже мой, боже мой, какой же урод. Успевают дать Мекку и за счет этого выживет Нейчер Спрофит. Да, убивают одного саппорта, повязали ультимейты, тут бегают за ним, теряют время, ну и в общем-то время у нас выиграл Шейкер. Чуть не успел у нас аппарат с ультой. Да, но тут дело в том, что Пенек находил Шейкера, он это походу видел и вынужден был врываться. Но то, что Шейкер даже без аппаратюшна убивает, практически убивает Фуриона, это занятное. Да, вообще-то ему какие-нибудь артефакты бы еще там купить в будущем и будет вообще очень здорово, потому что Шейкер у нас существо такое. Мы видели Шейкеров с критами на 1800, да, и в общем-то он как бы и керри отличный. И у нас IG наглеют. Подходит, подпушили нижний тавер, очень важно. Хип, соло подпушил центральный тавер без помощи, никто его не охранял, в итоге это была такая фейковая агрессия и резко зашли на Рошана. Но Ньюби, да, Ньюби что-то знает о Рошанах, то есть у нас Ньюби, я напомню, не забирали Рошана вообще до крипов. У нас отбывали каточки и в итоге этот процесс контролируют. Да, по-моему второй Рошан на интернешнле до крипов, первый был в игре Alliance против Вич Гейминг, там жесткое, месилово было по-другому, даже и не скажешь, но и Ньюби. Ньюби, в отличие от Alliance, это помогло, Alliance там слились, потому что их Вичи прочитали, Ньюби сделали действительно все неплохо. Ну они реально вот за темную сторону просто не дают зайти сопернику Брюмастер Хекс. Брюмастер Хекс, вот тот самый момент, когда можно реализовать Рошана, нужно врываться, причем довольно быстро в смоке, потому что без смока всех закроют хроносферу. Хи у нас стоит, палит контора, все понимают, что Феррари идет, Феррари идет, Феррари идет поверху, находит Банана, начинает танковать для себя, захексил Брюмастер, Брюмастер рвается, гонится, бьют Хи, Хи очень больно, нужна подмога, подмоги нет, у нас Хяо 8 просто почти падает, Банша накручивает, врывается толпа и Хао режет. Отличная хроносфера от Чуана и Хао, очень больно, Хао падает в первый раз, летит ульта Оперейшена, пошел Блэк Холл, который на пару секунд засосет Хао, нет, он заканчивается, когда выходит Хао, и Хао просто своими фестами уничтожает всю команду, делает даблкил, фейт, 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 умирает, фейт, триплкил делает Хао, и это минус 4, не самый удачный Хекс, могу сказать, в Оперейшена, в начале драки. И в итоге проигрывают эту драку, ну что, неужели Ньюби у нас, у них реальный шанс побить, Блэк Холл это нет, Праймал Сплита нет, а Егес тоже на Хао нет, но у Хао есть байбэк и 4300 на руках. Да, и Хао-то у нас знает убивать, на самом деле очень больно он нарезает, ну вообще нарезал в этой драке. Да, очень больно. У Айджи проблема в том, что нарезают люди не очень больно, поэтому битва ДПС, она была выиграна. Ну и порешал сыр плюс Айгес, вот этот вот сыр, который забрал Айгес, который забрал Хао, и сыр, который забрал Му, это было плюс 2 жизни. А Му съел там сыр, да? Да, то есть это фактически была драка 5-7, и Ньюби адекватно ее выиграли, ну закономерно ее выиграли. Да, хорошая хроносфера, в общем-то все сделали здорово, и сейчас Эмбер Спирит на 9 тысяч опережает Разора по Нетворсу. Но даже если это не Эмбер Спирит, это очень опасно, когда на 10 тысяч один герой опережает другого по Нетворсу. Да, опаснее всего, наверное, из таких героев, как-нибудь Спектра, Снайпер, который тебя лупит там. Короче, Снайпер просто из рейнджа тебя лупит, а Спектра, она просто тебя в любой точке карты находит и лупит. Так что еще все хорошо. Для Айджи пока все еще более-менее, ну тяжело, да, но все еще норм. То есть пока нет Айгеса, пока нет сыра, всегда можно дать Блэкхол в Хао. Как мы видели, Чуанин всегда еще может своровать хроносферу и дать ее также в своих двух героев. У нас в этот раз хроносфера опять была в одного Разора, да, наверное? Хроносфера была неплохая, там еще кого-то поймали. И можно законтролить, то есть при хорошем микро можно реально очень круто законтролить, и все, что надо сделать, чтобы Разор вышел в драке, потому что Разор у нас пока танкует, танкует, но нужен демидж. Нужен демидж, да. У Му очень много зарядов в Блапстоуне, это реально опасно, потому что если в какой-то момент все будут биты, и умрет Му, он все захилит и... И вернется. Да, и быстро вернется. Еще пару драк, в которых он не будет умирать, у него там уже количество зарядов будет совсем неприятное для Invictus Gaming. А Блэкстоун-то в лейте, это, наверное, айтем вообще чуть ли не лучший, потому что это единственный айтем, который тебе снижает время респауна. Ну, заряженный. Вообще, обычно, когда ты заряжаешь Блэдстоун, то ты как бы уже побеждаешь. Ну да. Такой сноубол начинается, но... Артефакт достойный. Айджи зажали. Ну, айджи начинает зажиматься у себя на базе. В очередной раз в Нюби поставили после выигранной драки агрессивные варды, теперь они полностью Айджи контролируют. И Айджи бы каким-то образом купить гем и эти варды сносить или сэнты, потому что... Ну, иначе Нюби будет их отфармить причем. А гем-бананы вернулся к нему после прошлой драки, судя по всему. Он побывал в руках Invictus Gaming, теперь он у него, опять стоят хорошие варды, все видят абсолютно на этот раз, и на этот раз уже зайти в спину, наверное, не получится. Видели этот смоук, и сейчас должны ждать Нюби захода в спину. Да, вот теперь Хиа-8, я уверен, он станет за елочку, еще за елочку стоят шейкеры и бананы, только нужно поделиться елочками. Хотя нет, бананы, по-моему, просто будет танковать, вообще встречать всю компанию. Посмотри, бананы, бананы, какой жесткий. Смотри, какой он жесткий. Да, даже слишком... Он не боится фидануть. Если он съест опять Хекс, это будет вообще огромный плюс. Хекс потрачен на Парейшн, а все это видят, и у всех все хорошо. Да, у бананы можно просто вставить воронку, давать чилинг-тач и спокойно идти умирать. На родину там, ну за мать. Нет, ну ультимейт был бы, конечно, тоже неплох. Все-таки это Аппарейшн. Но в итоге не получается ворваться у Айджа, они понимают, что вышки нет, и Ньюби там в любом случае перегруппировались, просто уходят. Кстати, интересный выбор от Хао, и на Эмбер Спирит это выбор великолепный. Кераса будет. Кераса, снижающий армор, увеличивающий урон, еще армор дает. Ну это, можно сказать, Кераса, это итем. Как Дизоль тот же самый, только в лейте он пополезнее будет, потому что дает еще твоим тиммейтам много. Да, тиммейты бьют больно. Ванша духи физрон, войд тоже физрон. Ой-ой-ой, как сейчас мог попасться-то Нейчерс Профит. Поставил вард, тут же этот вард снесли. Не прокатило. Феррари понимает, что нужно спасать катку, причем срочно. Есть у него Хекс, Аганим, в общем-то сам он делает Хирасу, при этом продал Монобуце последовательно. И, ну, IG только молиться осталось, именно реально молиться в этой игре, потому что тут все слишком жестко. Смотри, какой вард классный, который не сбить вообще, ну потому что его не видно. У Инвектус Гейминг вот слева сверху. Вот тут вот. Да-да-да. И у нас вот этот Тауэр лучше всего отдать. Тир 2 Тауэр, вот этот уже не настолько важный Тауэр, чтобы за него драться, потому что, ну, на хайграунде драться всяк-то лучше. Феррари поймал Саленс. Феррари умрет. Что он здесь сделал? Он видел Эмбер Спирит, Эмбер Спирит видел его, и даже Хреносфера, которая заперла Баньшу и Хао, здесь не поможет. Идти дальше. Забирает Тауэр. Он нападает на команду на IG Гейминг. Энигма. Нужно спрятаться, нужно где-нибудь туда в лес, заныкаться и дать оттуда супер-пупер-блэкхол. Но нет, нюби отошли. Осторожные. Ну, я их могу понять. Они не знают, что у Брюмастера нет боевых. Да, да, да. Турнирчик, как бы там хорошая денюжка на кону. Там у нас ребята молодые, там средства им нужны. Да, средства нужны всем. Команда, которая побеждает в этой игре, занимает не восьмое, седьмое место, как, ну, гарантированно. Подняться-то можно и на первое, даже из лазеров. А гарантированно занимает пятое-шеестое, а это плюс сто пятьдесят как бы тысяч долларов. Хорошая, кстати, цена уже у нас накатки. Выгол вроде бы там одно БЛ3, а уже плюс сто пятьдесят тысяч долларов. А что будет в град-финале? Там плюс парочка миллионов будет. И не парочка, да. Не, на самом деле, когда ты играешь, вот именно для многих игроков, да, вот особенно когда ты играешь в покер или другие игры, вот сумма денег очень решает. Потому что когда у тебя там на кону, допустим, десять долларов, а ты на расслабоне там, да, поставил, выиграл, проиграл, ничего. Но если тебе поставить на кон там пять миллионов долларов, вот там взрывается Чуань с хроносферы, на Хао прыгает Фурион, у Фуриона есть Хекс и начинает лоупить всей команды. Чуань еще начинает прыгать. Хао, просто не пробиваем с Кирасой. Осторожничает, ну, правильно делает, мастер с Хексой подходил, на самом деле, ты посмотри, какие Айджи, Айджи молодцы. Да, молодцы, но уже этого Эмберспирита пробить тяжело, он купил себе Кирасу. Кстати, хороший выбор тоже могу заметить, то есть, ну, она как раз-то вот сейчас ему и помогала. это не только, вот тем-то она и полезнее того же Дизоль, потому что и то, и то минус армор, но это еще и для тиммейтов прибавка, и скорость атаки, и тебе армора дает очень и очень немало, целых там 20 единиц. Да, так вот, я продолжу мысль, очень хочу я ее завершить, то что, когда вот вы играете, допустим, тот же покер, у вас 10 долларов, все нормально, но когда у вас будет 5 пленов долларов, поверьте, там вот совсем другие, вот нервишки шалить. То есть, именно поэтому Ньюби сначала так нехоти играли в групповой, восьмое, одиннадцатое место, а в переигровках уже начали играть, потом начали играть с лозеров, и сейчас это команда, которая с позиции 8-11 может подняться на 5-6, это будет такой самый, самые большие андердоги, можно будет сказать. Я могу еще сказать, то что они поднимаются на позицию, они уже обыграли Нави, они обыграли Титан, и они сейчас еще близки к тому, чтобы обыграть IG, потому что нетворсы, да и вообще многие вещи говорят нам 15 тысяч. 15 тысяч. А герои IG говорят нам о том, что очередной раз Кэри Разор, и вот когда Разора прессуют, то он не такой тушистый, сильный. Да и вообще, ты так посмотришь, именно без инициации Разор очень слабый, то есть круто, когда кто-то держит, какой-то Void, Разор высасывает, хроносфера закончилась, пошел убивать, но тут Эбер прыгает, там шейкер, банша шейкер в задних рядах, ну а Void, он как правило начинает первым, поэтому Разор страдает немного. Все, 6 слотов и байбэк есть у Хао, теперь остается только фармить себе, я не знаю, ну оставлять фарм тиммейтам, покупать какие-то гемы, варды, сэнтри, покупать новые БКБшки, 10-секундные, в принципе, для такого Эмбер Спирита это вполне будет реальная задача, потому что, как ни крути, фармить он будет много, скорее всего, ему нужно, ну даже просто пробежался по линии, вот так вот, раз, минус пачка, задние фисты. Да, и тут еще очень тонкий момент, то, что у IG пока что нету Кирасу, у нас Панда хочет сделать то ли Шиву, то ли Кирасу, но у Ньюби у них есть и Шива, которая дает минус, ну, АОЕ, процентаж замедления скорости атаки, также есть Кираса, который бафит всю команду, и сейчас IG, ну вот эта вот Панда, она вообще не пробивает уже никого, вот эта Панда, которая раскладывается, они вроде бы бегают, вроде бы все хорошо, там замедление, там всякие плюс арморы, в итоге Панша 35 армора, Панда ее просто не пробивает. Шива есть у Розора, но мне кажется, что вот Брюмастера в данной ситуации чуть ли не проще убить, когда он раскладывается, если фистами попадает со сплэшем Феррари, ой, Хао по нему, то эти все три духа получают огромное количество урона, в то время как, ну, целиковая Панда, она достаточно толстая, и у нее есть миссы, хотя там тоже, по-моему, у одной из Панджа есть миссы, но неважно, в общем, здесь Брюмастер на такой стадии игры весьма и весьма ситуативный персонаж, и реально он уже не так силен совершенно точно, как 30 минут назад, когда он просто из ситуации, где ничего не могли IG, ворвался и всех убил. Играется у нас Элигма, так прям играется, подходит, получает пикл, и доигралась Элигма. Все. Играется, играется, получает Хрона, Ульт Оперейшена, Таверни, теперь у нас играется Феррари, Феррари получает Савенс, прыгает за ним Хао, прыгает Войт, и Феррари тоже доигрался. Ну, он может ультануть. Он может ультануть, да. Так. Вольно. Бежать. Ну, его спасло то, что он заранее знал, что он здесь умрет, и увел одну Панду в инвиз, просто убежал. Но это уже ситуация совсем ненормальная, когда Панда юзает ультимейт, чтобы выжать, и вводит на базу, сейчас появится Рошан, драться нечем, кроме Блэхола нет ничего. А, и Энигма-то в таверне, Блэхол-то есть, Энигмы нет, вот в чем проблема. Да уж. Ну, и, конечно, Ксяо. На этот раз он решил поговорить с Нашан. Теперь играется Хи, врывается Шейкер, ультимейт, врывается, и почему-то все решили поиграть на понт, не знаю, на характер, или как еще это назвать, но команда сейчас все по одному подошли и умерли. Развели на парочку спилов. Развели на парочку спилов. Ну, на самом деле, я могу вполне четко понять, почему играю так Эйджи, потому что, когда ты не знаешь, что делать дальше, и ты понимаешь, что единственное шанс твой, это либо рассчитывать на какую-то жесткую ошибку, либо просто отмотать, попытаться время назад, что пока что, насколько я знаю, не является возможным ни в доте, ни вообще в принципе. Эмбер Спирит уже слабее не станет, к сожалению, для Invictus Gaming. Ну и что? Минус тро? Блэков пятерых, и продолжение увлекательной игры. Так должно произойти. Нигма у нас в позиции, и Нигма у нас в позиции, ей бы было очень хорошо приобрести смог, но смока нет, и это очень плохо. Стоит у нас Му, просто 3500 хп, розочка, и нужно отойти от розочки, но нет, Му у нас не отходит. Он просто своими Мьёльнирам раздает, которые на него Ксяо повесил. Ксяо-то с Аегисом, он стоит, ничего не боится. Ксяо-8 у нас играет, опасно, очень опасно для IG, врывается у нас Брюмастер, Энигма, оооо, очень больно. Да, это минус Энигма, Фисты сняли ей пол хп, Ксяо остальную половину, минус зеленая панда, минус Брюмастер, Кси высасывает урон из Банши, Кси, ой, как же больно, Чуан своровал таки ультимейт, но сейчас уже поздновато, ставится еще одно Хрона, может и рефрешер был у Вайда, Фисты, Молнии, Гудгейм, Ньюби, поднимаются, Венера, и теперь я могу сказать, что у Вичи Гейминг выбор вообще незавидный, кого выбирать, вот таких вот Ньюби или все-таки Дикей, и это мы узнаем, я думаю, может быть через пару дней или, честно говоря, я не знаю, когда конкретно будут они выбирать себе соперника, передаем слово нашей студии-аналитике, которая попытается разобрать эту игру.